1202 год, Иоанн Безземельный находится в войне с Францией, то есть умер Ричард Львиное Сердце, пришел к власти Иоанн Безземельный. Имелся еще один претендент на трон, Артур, его поддержала Франция, поскольку Ричард Львиное Сердце захватил, как я уже рассказывал, половину Франции. Естественно, Франция хотела все это вернуть. Вот они поддержали альтернативного претендента на престол. Он осаждал замок Миробог, в котором была его бабушка. Бабушке было 78 лет, а Лейнора Аквитанская, которая выкупила Ричард Львиное Сердце, она замок обороняла. Подошел Иоанн Безземельный, разбил этого Артура, взял в плен и, по всей видимости, потом они его убили. Однако Франция наступала и во втором году, и в третьем, и в четвертом, и в пятом. Практически они отбили к пятому году значительные территории во Франции, которые Ричард присоединил к Англии. И в 206 году заключили договор, по которому потеряны были Нормандия, Мэн, Анджу, Пуату, Турень. Аквитания сохранилась за Англией, но Англия будет еще воевать, естественно. Несколько веков за эти территории во Франции. После этого Иоанн Безземельный конфликтовал с католической церковью, пытался конфисковать церковные земли, за что его отлучили от католической церкви, это будет немножко позже, ну и потом еще будут с ним истории, которые потом расскажу. Начали четвертый крестовый поход, ну, понятна причина, потому что третий крестовый поход провалился. Иерусалима не взяли. Ну, опять была сильная пиар-компания, собирали по всей Европе деньги, собирали войска, ходили проповедники и все такое. Опять многие бедняки и бедные рыцари хотели поправить свое положение. В этих условиях, которые тогда наступили, перекрыли всю дорогу через Балканы, которые они обычно шли, через Балканы, всю дорогу перекрыли болгары. И поскольку все предыдущие крестовые походы, даже неорганизованные болгары, выбивали до половины там войска крестоносцев, теперь, когда болгарами правил царь Калаян, они поняли, что там категорически не пройти, тем более Калаян только что нанес ряд поражений венграм, и венгры, видимо, им сообщали, что болгары все это не связывайтесь. Поэтому решили плыть морем до Египта. Достаточное количество флота было только у Венеции. Венеция при поддержке Византии, как я уже рассказывал, расцвела в плане торговли. Имелись уже итальянские кварталы в Константинополе, они потом будут в Венеции и Генуе заселять Крым, заселять Румынию, пытаться закрепиться на побережье Черного моря, где только возможно. Ну, в общем, самая крупная морская держава. Венецианцы плевать хотели на идеалы католицизма, потребовали с них огромное количество денег, которые они не смогли собрать. Ну, в общем, в 201 году к Венеции собрались крестоносцы, которые не собрали денег на то, чтобы переправиться. Стояли там и не знали, что им делать. Много всяких бедных, как обычно, собралось. Ну, были кое-какие богатые. Тогда Венецианская республика их решила использовать как наемников и предложила им захватить порт Задар в Далмации. Поскольку на Балканах был хаос, там шла война между венграми и болгарами за территорию, которую греки покинули. Конкретно порт Задар брали в это время, держали венгры. Венеция просто решила, вот то, что много, значит, солдат привалило, и на Балканах, значит, война, она решила урвать свой кусок и захватить определенные территории там на побережье. И потом венецианцы их захватят. И Далмации даже до сих пор еще эти романские языки остаются, которые там после венецианцев остались. Ну вот, значит, пошли на это все-таки крестоносцы. Хотя венгерский король тоже был католик, и тоже, кстати, крест целовал, что он в крестовый поход пойдет. То есть фактически на своих же они напали. 24 ноября 202 года взяли штубом этот Задар и разграбили его. Потом они остались в этом Задаре, потому что уже была зима, и зимой они невозможно было плыть по тем погодным условиям и техническим возможностям в Египет. Ну и вот в конце 2002 года мы их всех застаем в этом Задаре, и происходит международный скандал, потому что католики напали на католиков. Папа Иннокентий III отлучил от церкви венецианцев, так как они все это организовали. Вроде как напали же венецианцы, поэтому они виноваты. Однако крестоносцев не отлучил, потому что они обещали Иерусалим отвоевать и разрешил им пользоваться флотом венецианским. То есть несмотря на то, что они как раз собственно и разграбили Задар. В 202 году умер известный Иоахим Флорский. Это мистик. Тогда распространились и были очень популярны всяческие мистические писания. Я уже на примере Хильдегарда рассказывал, и это был очень популярный жанр, вот он тоже в нем писал. Ну и естественно монах, аббат монастыря, то есть главный монах, там Флорский монастырь он основал. Ну из его многочисленных откровений мистических наиболее популярно учение о трех периодах в истории человечества. Он интересовался историей и пытался построить какую-то схему все-таки историческую. На тот момент основная схема была Ветхий и Новый Завет, но что интересно, у него схема троичная, потому что Троица, да, Отец, Сын и Святой Дух. То есть вот он так соотносил, что Ветхий Завет до прихода Христа это было время Отца, поэтому в основном там был закон и воспитывали через страх. Начиная от Христа, начинается время Нового Завета, в это время раскрывается мудрость и имеется определенная дисциплина, то есть чтобы люди усвоили мудрость, нужна определенная дисциплина, которую я осуществляла католическая церковь. То есть в какой-то степени он оправдывает вот ту жестокость, потому что католическую церковь он знает как структуру довольно жесткую, какова она тогда и была. А христианство, он действительно знает, что это учение и милосердие, так как он монах и постоянно эти тексты читает. Поэтому он пытается так это совместить, что идет в истории развития определенное человечество, связанное с его одухотворением, как он описывал. То есть развиваются люди, становятся все более духовными. Для того, чтобы их поднять на более высокую ступень, вот нужен был этот период дисциплины, который осуществляла католическая церковь. Однако с 1206 года наступит время Святого Духа. И это будет время любви и свободы, когда вот эта жесткая церковь дисциплинирующая, она будет не нужна. Вот учение Иоахима Флорского. У него подробнее все это еще раскрывалось по семи печатям. То есть семь печатей апокалипсиса Ветхого Завета, семь печатей Нового Завета. Все конкретно он расписывал. И у него получалось, что уже шестая печать снята. Потом будет седьмая печать, когда сарацины разгромят католиков. То есть он верно, кстати, предсказал, что крестовые походы закончатся поражением. И это будет седьмая печать. Вот его предсказание Иоахима Флорского, которое сбылось. И вот тогда он говорит, что внутри церкви монахи ее спасут, и монахи создадут новый мир, вот этот мир Святого Духа, который наступит примерно с 1206 года. В период Святого Духа, то есть в наше время, греческая церковь с римской рано или поздно воссоединиться, он говорит, иудеи и язычники постепенно обратятся. Будет господствовать духовное понимание Святого Писания, то есть не будет буквально пониматься ни Новый, ни Ветхий Завет. Будет время Вечного Евангелия, и он называет это Третьим Заветом Вечным. То есть был Ветхий Завет, Новый Завет, а это Вечный Завет. Однако до конца мира произойдет битва с силами Антихриста, а именно Гога и Магога, после чего будет Последний Суд и наступит Великая Суббота. То есть окончательно наступит Царство Божие. Но что интересно, Гога и Магога связывается часто с Россией, со скифами. То есть если так уже читать предсказания, то он предсказывает, что в России будет антихристианская сила, естественно, Ленин, с которой будет битва, которую мы весь XX век наблюдали. То есть разные христианские государства воевали с антихристом, который был, собственно, в России в основном. Путинское царство – это, в принципе, все еще царство антихриста. Культ Сталина сейчас насаждается, вот это все постсоветское, оно как бы остаточное, то есть это ослабевший, конечно, антихрист. Но битва с ним продолжается. Поэтому, в принципе, если уже я Иоахима Флорского интерпретирую, то мы живем в самое последнее время. И вот когда вот этого антихриста в лице Путина уже окончательно победят, тогда и наступит последний суд. Ну, кстати, предсказания его сбылись не только вот в том плане, что он предсказывает, что крестовые походы проиграют. Он также предсказал, что с 1260 года начнет падать силой могущества католической церкви. Это невозможно было в то время предсказать, потому что она была на пике могущества. Но это правда, потому что уже в XIV веке наступит Ренессанс, начнут критиковаться все вот эти доктрины, потом пойдут протестанты, просвещения и так далее. То, что католическая церковь придет в упадок, несмотря на то, что сам им был аббат католической церкви, он предсказал верно. Так что про Гога и Магога, может быть, тоже прав. Кто его, этого Иоахима Флорского, знает. Но он говорит, что будут в мире Святого Духа господствовать монахи. Что-то это, в общем, не наблюдается, но, может быть, еще будут господствовать. Еще одно, естественно, что это все учение судила католическая церковь, раз он предсказывал гибель католической церкви, они, конечно, его судили. Но среди всевозможных мистиков Средневековья и Возрождения это было очень популярно. И даже наши русские религиозные философы, вот это вот про Царство Святого Духа, тоже любили вспоминать и пытались развивать это учение. Что еще интересно, он написал еще книгу «Фигур», где он все вот эти свои доктрины в виде неких таких картин, схем и прочих рисует. То есть он любил такие вот схемы графические. Это также и Манихайя тоже такие схемы все рисовала. Вот и Ахим Флорский это все продолжил. Вот пример схемы на картинке. А у него там много всяких схем, поясняющих историю и ее мистические соответствия через числа, через вот эти печати апокалипсиса. В основном все вот это он вывел из апокалипсиса, то есть толкуя откровения на богословах.